Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снимаю видео о ароматах февраля. Для себя я выбрала 5 ароматов. 4 аромата – это те, которые недавно куплены, и один аромат – это который у меня уже давно. И вот тот аромат, который я недавно купила, можно сказать, еще в декабре, но никак у меня не было возможности его разнашивать, потому что мы ездили долгое путешествие, я решила вот в феврале хорошенечко поносить вот этот аромат, который называется «Маженто Танзанит». Это новый аромат в моей коллекции, с которым я познакомилась еще в Италии. Аромат мне очень сильно понравился, но смущала его цена. У нас была скидка – минус 25% в Сифоре для держателей золотых карт. Можно покупать всякие товары с пометкой «Красная точка», поэтому я решила эту возможность не упускать. И вот приобрела вот этот вот классный аромат. Он гурманский, но гурманика здесь несъедобная. В первую очередь по пирамидке здесь кардамон, кофе, ваниль, табак и бобы тонка. Аромат мне перекликается с ароматом «Констанс» от «Питных Алингонс», но тот очень нежный, очень деликатный, не особо шлифовый и не такой яркий. Также его сравнивают с ароматом «Табака-ваниль», но я думаю, что все-таки эти композиции не очень похожи, если только говорить, что здесь вот есть табачность и здесь есть вот эти вот специи. Я табакованиль вообще сильно не люблю. Здесь вот прям очень сильно понравился. Аромат классный. Его можно будет носить на какие-то вечеринки, в гости, в ресторан. Ну, думаю, на работу, конечно, наверное, это очень яркая композиция. Можно отвлечь своих сотрудников от работы, потому что он какой-то пленительный, такой соблазнительный, наркотический, но не удушающий такой вот комфортабельный аромат. Следующий аромат, который я купила тоже в декабре. Мы поехали в Париж. Я отправилась в магазин «Галерия Лафаэт». Я ходила, дегустировала различные ароматы. И я состою в одной парфюмерной группе. Мне кто-то написал, чтобы я подошла и сделала фотографии у корнера «Серж Лютан». И я, конечно же, сфотографировала разные ароматы, сколько они стоят для участников парфюмерной группы. И увидела, что, оказывается, продается аромат, который снят с производства. Но для меня очень интересен. Он назывался «Волчица», вот, «Лув». Я попросила консультанта дать мне попробовать этот аромат. Она мне его нанесла. И я просто влюбилась. И попросила выдать мне флакончик. Я не ждала никаких раскрытия нот. Потому что это просто вот любовь с первого взгляда, когда точно знаешь, что тебе это надо. Когда я его попробовала, в первую очередь я что почувствовала, так это нереальной красоты миндаль. Композиция была сладкая, очень красивая. А я очень люблю гурманику. И, конечно же, я не раздумывая ее купила, потому что я думаю, неужели я такое могла пробовать в 2016 году, когда я только приехала в Москву. Я отправилась в магазин «Ревгош». Я увидела там Серж Лютана. Я была заинтересована в этой марке. Перепробовала все ароматы, включая волчицу. Мне она показалась, что она пахнет какой-то шерстью. Какого-то мокрого животного шерстяного. Как там собака, например. Волков я мокрых не нюхала, конечно. И меня вот оттолкнуло. Но в магазине никаких волков я не почувствовала. И, ну, точнее, я не почувствовала собачьей шерсти мокрой. Я почувствовала только вкусный миндаль и гурманику. Что здесь по пирамиде? Ну, наверное, все вы это знаете, потому что, я не знаю, наверное, все уже читали про эту волчицу. Но все же миндаль, ваниль, пророза, фруктовые нотки, мускус. Я приехала домой и убрала этот аромат. Это было в декабре, получается. И я просто про него забыла. И что-то я решила несколько дней назад его открыть. Я просто обалдела. Потому что это уже по-другому звучало. Это, да, это миндаль. Очень-очень сладко. И плюс еще я почувствовала запах мыла. Сейчас я, кстати, нанесла на бумагу этот аромат. И я не чувствую здесь запах мыла. Но на коже этот запах мыла присутствует. Я предполагаю, что это или изменили формулу с 2016 года, когда я его пробовала. Здесь же это какое-то вот мое восприятие на тот момент было. Ну, и как бывает, что со временем восприятие некоторых ароматов меняется. И вот теперь я его воспринимаю по-другому. Для меня он также гурманский. Но вот, правда, еще вылезло мыло. Конечно, аромат бесспорно красив. Он очень похож на рахат лукум. Который тоже есть в моей коллекции. И что-то вот у них есть такое общего. Только в рахат лукум вот не вылазивает вот эта вот нотка мыла. И к тому же еще там какие-то вот такие ладанные нотки есть, и вишневые нотки есть. Здесь, ну, можно нафантазировать вишню. Но все-таки здесь немножко по-другому. В общем, я пока не знаю. Я буду его разнашивать в этом месяце. Даже если мне он и как бы не так сильно и будет нравиться, я не смогу его там куда-то деть, куда-то продать. Потому что здесь вот, видите, вот такая крышечка, которая вот, она вот так разокрывается. Поэтому если я захочу кому-то его отправить, ну, он может разлиться по дороге, если даже я здесь что-то как-то попробую упаковать. Поэтому нет, конечно же, этот аромат у меня теперь не выездной. Он останется в моей коллекции. Буду искать к нему подход. Судя по тому, как это была любовь с первого взгляда, надеюсь, я все-таки буду с удовольствием им пользоваться. Все-таки есть здесь что-то такое интересное. Ну и, конечно, стало ясно, что этот аромат вовсе не снят с производства. Его спокойно, его можете купить на официальном сайте Сержлю Там. Там представлен этот аромат. И в корнерах тоже Сержа Лютана, там, в Париже, в галериле Файет. Также хочу вас обрадовать, что некоторые, кто мечтает орахат лукум, также может купить их в колокольчиках. В этот раз я его не видела, но в прошлый раз, когда мы были в Париже, где-то, может быть, полгода назад, лукум тоже был представлен в таком колокольчике. А также еще в таких колоколах представлено Дэм Блонд и также еще Рус. Я перехожу к следующему аромату. Но этот аромат у меня не новинка. Он уже у меня был раньше в коллекции аж два раза. Я сносила два флафона. Это аромат Шоколад Гридди от Монталь. Здесь вот такая прищепка есть. Все как положено. Этот аромат вернулся ко мне в коллекцию. И вот я, когда приехала во Францию, я захотела тоже его повторить. И вот тоже постоянно думала о нем. В январе месяце я взяла себе этот аромат. Этот аромат такой тоже интересный. Он комплиментарный. Потому что я тоже один раз зашла в Ривгош. Нанесла там этот шоколадного жадину. Мне подошло несколько девушек и спросили, чем от меня так классно пахнет. Вот по пирамидке. Ну, здесь у нас какао, ваниль, пабы танка, горький апельсин, сухофрукты и кофе. Для меня как раз таки этот аромат, который именно гурманский и именно съедобный. В этом аромате есть очень какая-то интересная гурманская ваниль, которая очень правдоподобная. И эта ваниль какая-то съедобная. Я буду носить этот аромат с удовольствием тоже вот в этом месяце. Еще этот аромат у меня такой антидепрессант. Вот я когда им пользуюсь, у меня хорошее настроение потом. Весь день, потому что я на себе его ощущаю, и мне так хорошо он успокаивает. Я считаю, что это очень классная парфюмерная композиция. Она очень гурманская. И как раз таки для тех, кто любит собирать комплименты. Следующий аромат, который я хочу показать, это аромат вот такой вот Джо Малон Джинджер Бисквит. В другом оформлении, когда-то у меня уже был, наверное, в 2020 году или в 2019, у меня был этот аромат. Но он выглядел по-другому. У него была другая упаковочка, другой флакон. И мне, к сожалению, из-за переезда в другую страну, мне пришлось продать его, чтобы не везти очень много бутылок. Аромат Джинджер Бисквит является ароматом, лимиткой, который Джо Малон время от времени выпускает как раз таки на Новый год. Я когда приехала во Францию, я каждый год на Новый год заходила на их неофициальный сайт и проверяла, появился ли этот бисквит в наличии, потому что я тоже его забыть не могла. В этом году мне повезло, они выпустили этот прекраснейший аромат. Точнее, уже в прошлом году они выпустили этот аромат. Здесь по пирамидке имбирь, корица, карамель, мускатный орех, ваниль, бобы тонка. Конечно же, просто потрясающе пахнет. Он такой гурманский, очень приятный аромат. Я его купила, кстати, не на официальном сайте, как раз таки вот в этом галерее Lafayette, когда я покупала вот эту волчицу. Это был второй аромат, который я там купила в этот день. Мне еще дали миниатюрки в подарок. В общем, я осталась очень довольна своей покупкой. Что еще хочу сказать? Этот аромат можно носить летом. Потому что свой тот флакончик, который у меня был до этого, в другом оформлении я продала одной девушке. И это было как раз таки летом. Она на себе нанесла. На ней он просто потрясающе смотрелся. Он очень ей шел. Прям вообще был секси аромат на ней. И тоже, блин, я не могла его просто забыть. Шикарный. Шикарный аромат. Классный, красивый, вкусный. Я вам его тоже рекомендую. Попробуйте обязательно, если вы любите джамалон. И если вам нравится гурманика. И следующий аромат, который я буду использовать в феврале месяце, это аромат от Тома Форда, который называется Биттер Пич. Биттер Пич я ношу, наверное, вот каждую зиму. Для меня вот это очень такой зимний аромат. В другое время года мне он не очень сильно нравится. Потому что он очень яркий и такой красивый и надоедливый. Когда я его наношу утром, когда иду там на занятия или куда-то там направляюсь, в первую очередь, когда я его распыляю, я чувствую какое-то счастье, такое удовольствие. Он такой вкусный. У меня поднимается настроение. Он просто гурманский. Прям ням-ням. Очень классный аромат. Я его ношу потом час, два, три, четыре. Я получаю вообще такое удовольствие. Но потом уже где-то через часов пять, шесть, семь, восемь он начинает мне очень сильно надоедать. И уже к концу вечера я его просто хочу смыть. Я не хочу его больше носить. И, соответственно, я ношу его редко. Потому что если я его один день уже поносила, я потом не хочу его носить какое-то время. Но обязательно он у меня должен быть зимой. И вот как раз-таки февраль месяц, это когда его можно поносить, потому что потом я им пользоваться до следующей зимы не буду. В пирамидке здесь персики. Там, значит, коньяк, ром, ваниль. Конечно же, пачули. Для меня тоже этот аромат, что я в первую очередь слышу. Персики сладкие. И плюс это все, есть такой напиток, называется биттер оранж, по-моему, алкогольный. Плюс пачули и ваниль, да. Для меня этот аромат именно с такими нотками. Я так его слышу. Персики и пачули. Очень вкусно. Но надоедливо потом становится. Я его все равно очень сильно люблю. Было какой-то такой слуг проходил, что этот аромат снимают. Поэтому я нервно купил еще один флакончик. У меня есть в заначке. Но эти флаконы, они до сих пор продаются. Не знаю, зачем спустили такой слух. Наверное, для того, чтобы продать какое-то большое количество парфюмоньякам в запас. Это те ароматы, которые я буду носить в феврале месяце. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие ароматы вы будете носить в феврале месяце. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Всего вам хорошего. Пока-пока.